Там что-то траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и вот никак я не дождусь, когда мне стукнет 18. Служба в армии — это священный долг. Когда новобранцы окажутся в войсках, их посадят на двухнедельный карантин. Призыв как повод для хайпа и самопиара используют и некоторые, с позволения сказать, политики. Проще говоря, официально откупиться от армии. Это дискриминационная идея, не нова. Здравствуйте. Это программа для понимания того, что происходит, будет или может происходить, и, что немаловажно, как это скажется на каждом из нас и обществе в целом. Как причудливо порой пересекаются те или иные события нашей жизни. Легендарная машина времени отметила свое 50-летие долгожданным концертом, и я, как представитель поколения выросшего на песнях машинистов, с удовольствием и легкой ностальгией переслушал их замечательные композиции разных лет. В том числе песенку «Солдат». Помните такую? Напевать я не стану, мне медведь на ухо не просто наступил, на мучею потоптался, но вот строчки воспроизвести смогу. Там что-то траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и вот никак я не дождусь, когда мне стукнет 18. Когда приду в военкомат и доложу при всех, как нужно, что я в душе давно солдат, и пусть меня берут на службу. Песенка, конечно, шутливая, но речь в ней идет об очень важном. Служба в армии – это священный долг, и кто бы и как к нему не относился, на сегодня это так. А тут как раз подоспел весенний призыв. Соответствующий указ подписал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Планируется, что до 15 июля в армию призовут 134 650 человек. Призыв из-за ковида переносить не стали, но перед отправкой в войска всех призывников протестируют на коронавирус. Тест будут проводить дважды в муниципальном округе и на сборном пункте. Пункты призыва самолета или поезда, в которых будут находиться призывники, пройдут обязательную санитарную обработку. Сотрудники военкомата, которые будут работать с призывниками, должны быть провакцинированы или иметь антитела, полученные после болезни. Как уверяет представитель генштаба контр-адмирал Владимир Цымлянский, когда новобранцы окажутся в войсках, их посадят на двухнедельный карантин. Но к призыву готовятся не только в военкоматах и воинских частях. Призыв, как повод для хайпа и самопиара, используют и некоторые, с позволения сказать, политики. Наиболее беспринципные из них продвигают идею создания механизма компенсации за отказ от службы в армии. Проще говоря, официально откупиться от армии, тем, у кого есть такая финансовая возможность. При этом они не понимают или делают вид, что не понимают, что, призывая к подобному, делят россиян на людей высшего и низшего сорта. Это дискриминационная идея не нова. Начиная с 90-х годов, всевозможные политические маргиналы время от времени реанимируют подобную инициативу. Естественно, из благих побуждений. Ведь различные незаконные попытки откосить от армии были, есть и, видимо, будут. Действительно, у нас немало злоупотреблений при призыве и лазеек, чтобы избежать армейской службы отпрыском богатеньких родителей. Но разве распространенность преступления причиной их легализовать? Воинская обязанность не может быть предметом торга, считает председатель политической партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. А предложил официально откупиться от службы в армии председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Хотя ни его имя, ни название партии большей части населения страны ничего не скажет. Вот и несет он этот бред только для того, чтобы хоть как-то засветиться на политическом горизонте. Напомню господину Нечаеву, что 59-я статья Конституции гласит, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных, установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. То есть основным законом страны предусмотрена возможность не только строевой службы. И призывы что-то изменить в этом вопросе вполне можно считать антиконституционными. Ох, не с того эти новые люди начинают свою политическую карьеру. А чтобы не было спекуляций на тему армии, за тем, что там происходит, что происходит в войсках, внимательно и беспристрастно следят десятки общественных организаций, в том числе комитеты солдатских матерей. И нужно использовать эти институты и механизмы гражданского общества, чтобы не допускать дедовщины и других неуставных отношений. И да, я сам в армии служил, еще в советской. Не скажу, что это был чистый мед, но армейские годы, выкинутыми из жизни, не считаю. А что вы думаете по поводу всеобщей воинской обязанности, перевода российской армии на профессиональную основу и неуклюжих попытках различных политиканов заработать очки на этой теме, пусть даже путем раскола нашего общества? Пишите в комментариях. Для понимания. Субтитры создавал DimaTorzok